И вообще, приезд его сюда, и в том числе, ну не буду называть там определенные, так сказать, каналы и так далее, как полный провал. Почему? Потому что примитивно думая о том, что он должен был привезти с собой чемоданы денег, и оставить эти чемоданы, а если у него этих чемоданов нет, или рюкзака еще, в придачу, да, то значит он провалился. Разве можно так информировать? Игорь Максимович, кстати, о КМДСЮ. Представители МВФ часто упрекают в том, что они не понимают российской специфики. У вас есть уверенность, что КМДСЮ разобрался во всех сложностях наших российских... Игорь Максимович, в чем дело? Когда мы говорим о том, что российская специфика должна быть в гораздо большей степени учтена, то мы имеем в виду следующее. Нельзя с одной матрицей накладывать одну матрицу совершенно на все страны. Вне зависимости от того, что они из себя представляют. Понимаете? Ну вот, например, матрица, которая накладывается на Таиланд, и которому дает 7,2 миллиарда по линии МВФ, и Россия. Какая-то разница есть между ними? Как вы считаете? И я тоже так считаю, что есть разница. А если говорить о России конкретно? Вот смотрите. Политическое решение о сокращении армии. В экономическом плане нам невыгодно это сокращение. В экономическом плане. Особенно сейчас, когда мы находимся в кризисном состоянии. Почему? Вот недавно 28 тысяч офицеров ушло. Мы должны дать 21 оклад каждому офицеру. Мы должны дать пайку и каждому офицеру. Мы должны дать каждому офицеру сертификаты на квартире и так далее. Вы представляете, какой это удар по бюджету? Но мы идем на сокращение армии, потому что это политически и важно. Потому что это важно будет экономически и через некоторый период времени. Но все это нужно учитывать. Это у Таиланда этого нет. Надо учитывать и другие многие моменты, которые существуют в России. Мне иногда просто диву дается, когда говорят, самое главное укрепить рубль и так далее. Даже ценой того, что по 6 месяцев не выдается пенсия. Даже ценой того, что не дают заработную плату работникам сферы бюджета. Даже ценой того, что учителя и медики не получают в течение многих и многих месяцев. Да разве так? Можно руководить экономикой? Разве можно все, так сказать, говорить, все уляжется, все будет, все, а вот не укладывается. А в России, в России долго нельзя так вот вести дело. И мы не можем так вести дело. И не будем так вести дело. Поэтому у нас мы будем вести дело к социально ориентированной экономике. Нужно поднимать реальную экономику, реальный сектор экономики, чтобы создавать бы базу прочную. И на основе этой базы строить уже отношения с людьми, которые сегодня, допустим, мы не можем индексировать. Хотя сегодня вот прямо заработную плату низкооплачиваем. Не можем. Не можем. Потому что денег нет. Но в то же самое время вовремя выплачивать хотя бы текущую. Постепенно ликвидировать долги. Но текущую заработную плату пенсии давать вовремя. Но в то же самое время есть и другой момент. 85% не получающих заработную плату. Так и неформально не получающих. Это люди, находящиеся во внебюджетной сфере. Внебюджетной сфере. А что это за рыночная экономика? Где люди, не находящиеся вне... А не, не та, которая, так сказать, дает выгоды от перехода к рынку отдельным лицам. Спасибо. Из-за разницы во времени жители Владивостока о снятии с должности мэра города Виктора Черепкова узнали лишь в субботу утром. И без того непростая обстановка...